Виктория Шишкина Виктория Шишкина Я купила, пожалуйста, некий мастер-класт Как вы розочку готовите? Как вы вообще украшаете? Расскажите нам Ну, вот берем Это у меня уже заготовленное Марципан Такой миндальная Паста Я ее одела на палочку Теперь начинаем делать В мешочки крем И начинаем накладывать на этот марципан выкладывать вот получается а долго вы это мучились? чтобы даже хотя бы такие розочки сделать нет, но сначала долго сначала я пробовала без марципана на палочке на карандаше так делаете, что у вас нижний слой фиолетовый а верхний белый а это я в крем положила сюда белый крем а здесь в мешочек так получилось беру ножницами сама ее положу вот здорово а потом делаем листочки тоже вот в мешочке зеленый крем окрашу вот такие красители есть пищевые красители окрашиваются в разные цвета и делаем в мешочки как здорово это разные насадки разные насадки да для розочков для листиков конечно понятно, что такой шедевр быстро не сделаешь а вот сколько у вас именно этот торт во время не занял? часа три только его сделать да еще потом украсить нет, часа три это только украсить его а заранее я перед этим днем испеку бисквит чтобы в доме жара не была чтобы крем не таял а как давно вообще вы этим занимаетесь? ну и что вас подвигло на это? вы может быть работали где-то нет, нет, я никогда не работала у меня тетя повар и мне всегда было интересно как вот она все это делает как она все делает я всегда к ней приходила и спрашивала тетя, а как ты делаешь розочку? раньше не было таких насадков она брала конвертик складывала кулечком отрезала ножничками для розочки просто так отрезала для листочков из косяк отрезала и из конвертиков выделывала розочки и все не было раньше интересно у нее были книжки такие еще 59-й год Ирина не ограничилась одним тортом она также приготовила для нас нарезку из колбасы и сыра такие удивительные розочки получились из рыбы и этот фантазийный букет на самом деле нарезка из обычных помидоров огурцов, редиски, яиц и зелени а вот и десерт корзинка из дыни наполнена сочными ягодами и фруктами достаточно лишь проявить фантазию не зря девиз по жизни у Ирины нужно только захотеть и все у тебя получится главное не лениться тяжело конечно но интересно перед приходом гостей очень не спешно да, да, да очень интересно даже не знаю вот когда я например стол накрываю я не знаю что я буду делать у меня вот сама вот режу что-то я ага дай-ка я так попробую хорошо получилось красиво из этой розочку из этого розочку помидорку так порезала положила так и уже получается красиво да самоучка нигде не училась нигде это сама доходила до всего этого сама доходила и мне приятно создавать новые шедевры и в овощных этих нарезках и в картофельных делала и поросеночка с картошки делала здорово теперь вот делала это просто с картошки да это с картошки да здорово маленькому ребенку так вот да очень сразу опять проснет конечно да нашему племяннику делала всегда там бутербродики делала там где обезьянку где что-то интересно было есть ему давай кирилл есть глянь какой хвостик какое что и вот так было интересно делать все маленькие шедевры вот вот такое вот у меня хобби спасибо вам большое Ирина все у вас очень красиво даже я бы сказала шикарно потому что кроме как шикарно на другое слово всегда никакой не подходит очень красивые торты красивые вырезки колбасные вырезки из овощей фруктов то есть вы мастериц на все руки ну спасибо вам большое за участие приходите еще будем радовать вас другими шедеврами хочется поблагодарить Ирину за такую кропотливую работу и мы ждем наших следующих участников на конкурс создаем съедобную красоту звоните нам по телефону 22 5 42 спонсором нашего конкурса является кафе были на носу праздника собралось 80 человек приходите в кафе были на советскую 20 где помогут устроить любое мероприятие вам же останется только выбрать кухню русскую европейскую или японскую а можно сразу несколько заказ столиков по телефону 8 915 3 восьмерки 10 68 8 8 9 9 9 9 10 10